Всем привет! В эфире программа «Я никого не ем» или программа «Самые умные». Очевидно, что интеллект вегетарианцев выше интеллекта тех, кто употребляет в пищу мясо. Это доказали давным-давно английские ученые. Понятно, до вегетарианства надо еще додуматься, но было бы чем? Итак, сегодня у нас в гостях представитель «Самая умная половина человечества». Максим, заходите. Спасибо за приглашение в вашей передачу сегодняшнюю. И мы сегодня с вашими телезрителями научимся готовить особое вегетарианское блюдо, которое называется банановый покор. Максим, традиционный вопрос. Как вы додумались до вегетарианства? Для меня первым шагом к вегетарианству был репортаж одного известного репортера Санкт-Петербургского, которого после этого репортажа назвали Александром Неврозовым. Он снял репортаж о том, как изготавливаются мясные изделия на Санкт-Петербургском мясокомбинате. По-какому у меня пропало желание есть что-либо, связанное с мясом. Вы заметили, что ваш интеллект сразу повысился, чувства обострились? Не знаю по поводу интеллекта, но чувства явно обострились, потому что та вегетарианская кухня, с которой я столкнулся, оказалась очень привлекательной. И я не почувствовал никакой недостачи питательных веществ или каких-то острых, или других приятных ощущений от пищи после того, как я перешел на вегетарианскую диету. Вот Максим, он на самом деле человек, который обладает искусством, как спорить, он может доказать истину любому человеку. Поэтому сейчас, буквально за минуту, он вам докажет, что мясо кушать не надо. Давайте мы не будем доказывать эту истину. Вот видите, он любит спорить и умеет спорить. Просто приготовим очень вкусное блюдо, которое позволит людям, сомневающимся и колеблющимся в пользе вегетарианства, сделать шаг в правильную сторону. В конце концов, к вегетарианству можно приходить по разным причинам. Есть люди, которые очень любят животных, и поэтому не хотят их есть. А есть люди, которые, наоборот, ненавидят растения, и поэтому хотят их есть. Поэтому давайте поставим нашим зрителям выбор. То есть каждый из них может сам додуматься до какого-то основания или до какого-то аргумента в пользу вегетарианства. Все знакомы наверняка с этим экзотическим плодом, который называется бананами. И обычно его употребляют двумя способами. Без кожурой и с кожурой, люди. Но мы сегодня научим вас... У кого нет денег, с кожурой, да? Или отдельно кожурой, у кого совсем нет денег. Но сегодня мы научим вас готовить банан особым рецептом. Это очень древний рецепт, очень гигиеничный. Банан приготовлен таким образом, очень долго хранится. И он превращается в естественное и очень приятное натуральное лакомство. Настолько, что люди, которые едят это блюдо, не могут понять, из чего оно сделано. Но мы сегодня посвятим вас в этот секрет. Супер. То есть я вижу, у нас мука на столе, да? Так, у нас из ингредиентов нам понадобится пшеничная мука. Желательно высшего качества, тонкого помола. Затем нам понадобится масло для обжарки в этом сосуде. Желательно, если у вас есть возможность использовать топленое масло сливочное, это лучше всего. Но если нет, тогда можно использовать какое-то рафинированное растительное масло. Например, подсолнечное или соевое. То, которое не дает при обжарке запаха. Затем, если у вас есть какие-то любимые фрукты, вы можете также использовать их, какие-то нектарины, персики. Если кому-то очень нравятся лимоны, можете попробовать их запечь на свой страх и риск. Также, затем нам понадобится сахарная пудра. Вот она здесь в большом количестве. Понадобится корица. Пекарский порошок или сода. Молоко. Очень важный ингредиент. На самом деле, этот ингредиент является основным богатством рациона вегетарианцев, лакота вегетарианцев. Потому что молоко, согласно научным исследованиям, восполняет потребность организма во всех питательных веществах и вегетарианах. Поэтому ее называют идеальной пищей для людей, особенно для стариков и детей. Очень важный момент. Если вы не очень любите блюда с волосами в них, я не очень люблю и не очень умею их готовить. Поэтому вы можете носить на своей пышной шевелюре какую-нибудь головную бурю, типа моего. Или для любителей абсолютной чистой можете побриться нагло, как я. Максим, вы специально это сделали, да? Да, ради вас. Специально оставил хохлок, специально на памяти о том, какого цвета была у меня шевелюра, пока не трастет. Итак, сегодня мы готовим эти банановые пакуры. Для начала мы должны сделать тесто. Тесто делается, как мы сказали, из муки. Берем два стакана белоснежной муки. На самом деле, если уж говорить об интеллектуалах и вегетарианстве, то одним из главных источников вдохновения для многих вегетарианцев является известная героиня сериала «Симпсоны». Лиза Симпсон. Она, без сомнения, самая умная, отличница, будущий президент страны и последовательная вегетарианка. И надо сказать, что когда снимали серию про то, как Лиза стала вегетарианцем, по Маккартни, который является последовательным вегетарианству, очень убежденным, он дал согласие на свое участие в этом сериале только на том условии, чтобы Лиза оставалась вегетарианцем до конца сериала «Симпсона» и в каждой серии об этом бы напоминали. Супер. Поэтому Лиза, без сомнения, самый умный человек в этом сериале, и это, несомненно, связано с вегетарианством. То есть мировая общественность уже, в общем-то, признала наше преимущество, поэтому присоединяйтесь, и вы будете среди лучших. 1 стакана муки, в нее мы добавляем ложку, чайную ложку корицы, пол чайной ложки лекарского порошка, и самый ответственный момент, мы наливаем в него полтора стакана молока. Молоко лучше всего подогреть. Вы можете сделать либо на плите, либо можете поставить молоко в горячую воду. Вот так. Так, мы выливаем молоко. Максим, а вы этот рецепт откуда узнали от твоей бабушки-вегетарианки? Нет, я узнал от друзей, которые были в Индии, и которым очень понравилось это блюдо, настолько, что оно заставило их поменять полностью их представление о бананах в повседневной жизни. То есть это ваше фирменное блюдо теперь, да? Очень интересно, что когда мы в 95-96 годах были с группой добровольцев в Чечне, и там кормили людей вегетарианской пищей, людей, которые оказались в очень сложном положении, без средств существования, без пропитания, кормили примерно 3000 человек в день, и очень часто готовили эти банановые покоры, чтобы как-то скрасить эту тяжелую судьбу людей, оказавшихся в очень сложных жизненных условиях в Чечне. То есть вы добровольно туда поехали? Да, и жили там примерно около двух лет. Удивительно, а то есть вегетарианство, оно еще рождает такую черту, как милосердие? О, да, и надо сказать, что там, в этой Исламской Республике, наше желание помочь людям, оказавшимся в беде, не проводя различий между ними по религиозным, или по каким-то расовым признакам находило отклик. Либо по признакам питания. По признакам питания находило отклик у всех. И очень многие мусульмане, хотя они, может быть, не разделяли наши вегетарианские предпочтения, но они приходили оказать нам дань уважения, и очень высоко отзывались об этой деятельности, считая это полностью соответствующий духу Ислама. И вегетарианство, как мы считаем, вынесло очень позитивный вклад в эту миротворческую миссию нашу, потому что мы не считаем, что мир может быть основан на насилии даже над цыпленком, не говоря уж о корове или других. То есть милосердие и сострадание – это основной принцип вегетарианства. То есть мы не кушаем мясо не потому, что боимся как-то испортить фигуру или испортить себе нервы, а именно сострадание к другим живым существам. Да, человек должен быть последовательным, потому что точно так же, никак нельзя быть милосердным только к одним и жестоким другим. Точно так же человек должен быть последовательным и относиться с милосердием также к животным. Ну вот это еще одно доказательство, что вегетарианцы очень мудрые люди. Я бы говорил здесь о мудрости, как большая, наверное, сердечность и его способности чувствовать боль других, как свою, это сострадание. Это качество, которое превосходит по своей ценности в человеческом обществе и мудрости, и интеллект, и другие какие-то качества. То есть вегетарианцы не только самые умные, но и вообще самые милосердные, самые крутые. Хотя говорят, что Гитлер тоже был вегетарианцем. Ну и самый скромный, наверное, тоже. Но Гитлер тоже был вегетарианцем. Я не знаю про это, но я же, если это так, то можно только себе представить, чтобы было бы, если бы не был вегетарианц. Да, да, да. Начинаем самый важный этап – разбивание этих ингредиентов в однородную. Но прежде чем начинать ответственный этап, я, как бывший химик, рекомендую вам одеть средства индивидуальной защиты одежды от аппетитных каплей этого бананового теста. Как видите, это была самая ответственная часть нашего приготовления. Попкор, а сейчас начнется самое интересное. Да, сначала нужно очистить кожуру, кожура не очень. То есть мы будем не из кожуры делать, да, из банана? Без кожуры. Я могу приготовить отдельно банановые для наших зрителей, из кожуры для вас, если хотите. Хорошо, хочу. Давайте, тогда теперь мы будем... Режем бананы такие аккуратные, ломтики. Делаем быстро и профессионально, никого не пачкаем. Перемешиваем бананы в этом кляре или тесте для обжарки ложкой. Максим, когда вот вас спрашивают, почему вы не кушаете мясо, вы что таким людям отвечаете? Не хочется. Обычно людей удовлетворяет этот ответ, но если им хочется усвоить какую-то философскую подоплеку этого решения в жизни, то я, конечно же, могу провести много времени, много часов, не обсуждая все преимущества вегетарианства. Одно из которых, что вегетарианство значительно оздоравливает наш организм, и все те болезни, которые мы считаем естественными спутниками возраста, на поверку оказываются просто следствием нашей неправильной диеты. Максим, ну почему для большинства людей вегетарианство кажется неестественным? Ну, потому что само слово вегетарианство, похоже, ассоциируется у большинства людей с таким тощим человеком, живущим капустный лист. Почему так сложилось? Ну, просто потому, что у них нет достаточной информации, они знакомы с людьми, которые ведут здоровый, вот, как вы, здоровый и активный образ жизни, оставаясь при этом вегетарианцами. То есть это сила личного примера. Это также влияние, несомненно, пропаганды, или отсутствие пропаганды вегетарианства. Но, к счастью для нас сейчас повсеместно и в России, и на Западе число людей, которые принимают вегетарианство как образ жизни по этическим, по культурным, по религиозным или по соображениям здоровья. Становится все больше и больше. Настолько, что мясная промышленность сейчас терпит колоссальные убытки и постепенно перекочевывает в те уголки земли, где о вегетарианстве люди пока знают с не очень правильной, скудной и отсталой стороны. Такие, как в России, например. Ну, а для любителей персиков, груш, нектаринов, лимонов, яблок, клубники, ежевики, фейхуа, мангустинов и прочих эготических фруктов вы можете использовать ваших любимцев также в этом блюде. Вот, например, персик. Мы берем ломтик ароматного сочного персика, и добавляем ту же самую смесь и посмотрим, что из этого выйдет. У нас получилось уже тесто для обжарки с внедренными в это тесто бананами, которые ждут своего звездного часа на плите. И вот следующий этап, самый интересный, который я вам обещал. Мы переходим к плите. Берем, как мы уже говорили, растительное или топленое сливочное масло. Поливаем в сосуд для обжарки кастрюлю. Кастрюля должна быть такая, чтобы слой масла составлял примерно 2 см, чтобы можно было обжаривать не менее 2 см, чтобы можно было обжаривать эти покоры равномерно со всех сторон. Масло должно нагреться до такой температуры, при которой капля нашего теста немедленно поднимается со дна и всплывает на поверхность с шипением. Пока масло нагревается, между делом, приготовьте, пожалуйста, дуршлаг, для того, чтобы мы могли перекладывать готовые покоры в дуршлаг, чтобы стекалось с них масло. И за сутку для этого масла будет стекать, и ложку для того, чтобы их вращать для равномерно обжаривания в масле. Доберем небольшую каплю теста и капаем его фритюр. Видите, пока тесто находится на поверхности, не всплывает сразу, поэтому масло еще чуть-чуть должно нагреться. Ну вот, момент настал, и мы начинаем жарку покор. Это процесс очень похож на поездку жителя Омска в Сочи во время кростного сезона. Приезжает белый, рыхлый, попадает под знойное сочинское солнце. Во время жарки лучше разделять покоры на отдельные кусочки, чтобы они не остались слипшимися после приготовления. Но самое интересное метапорфоза происходит внутри. Банан расплавляясь, превращается в очень нежное, приятное на вкус суфле или крем. Настолько, что люди, которые пробуют эти сладкие закуски, не могут определить, с чем они приготовлены. Это и есть настоящая кондиция банановых покор. Светло-золотистые, приятного светло-коричневого цвета, хрустящие, поджаристые и очень аппетитные. Аккуратно извлекаем их из... Аккуратно извлекаем их из шипящего и горящего масла. Складываем их в сито, в дуршлаг, чтобы они стекли и избавились от излишков масла. Максим, а какие ошибки могут быть? Наиболее часто встречающиеся в приготовлении этого блюда? Ну, самая часто встречающаяся ошибка – это помешивать раскаленное масло пальцем. Поэтому предостерегаем от этой ошибки. И, кроме того, можно, увлекшись процессом жарки, пережарить с покоры, они станут очень коричневыми, и больше похожими на активированный уголь. Также, если с теста слишком жидко, оно будет стекать с кусков и не будет оставаться покровом на кусках фруктов. Поэтому также необходимо, чтобы тесто было таким густым, как сметана. Наверняка у вас после жарки фруктов, ваших любимых фруктов, останется небольшое количество кляра. Вы можете без беспокойств поставить его в холодильник до следующего удобного случая. Ну вот, самая ответственная и опасная стадия позади. Я могу смело снять кварток. Спасибо большое. Надеюсь, вы отстираете его. Да, да, да. И мы пересыпаем последнюю партию покор в вазу для сервировки. Необходимо посыпать пудрой непосредственно перед подачей на стол, потому что иначе пудра пропитается остатками масла и станет очень некрасивой. Поэтому это нужно делать сразу перед подачей. То есть важно еще и не перепудрить. Ну вот, банановые покоры готовы. Однако есть один очень важный, и я бы даже сказал, мистический момент. Однажды мой знакомый пришел, он верующий человек, он католик, он пришел в кафе и что-то себе заказал поесть. И перед тем, как есть, он, как католики делают, сложил руки, стал молиться перед едой. И рядом была стайка молодежи, они заметили его и стали смеяться. С ним подошли и сказали, у вас что, в деревне все так едят? Все так делают? Он говорит, нет, собаки и свиньи так едят. Поэтому, поскольку мы готовили сегодня индийское блюдо, покоры, я хотел попросить ваше разрешение осветить это блюдо по индийским традициям. Ну, можно и собаки, и свиньи. Поэтому это естественный процесс предлагать пищу Богу и просить у него разрешения принять эту пищу. Я прочитаю индийские мантры, которые освещают пищу, но наши телезрители могут читать те молитвы, которые привычные и которые приняты в их религиозной традиции. Намам Вишну, Падали, Кришна, Прештая, Буталеши, Мати, Бхакти, Веданта, Свами, Натинамины. Намасте, Сарасвати, Деви, Горавани, Прочарени, Невдишешеш, Шуневади, Пашчета, Дэшитарени. Я читаю в умысле. А дальше секрет. Теперь видите, как они стали светиться. Ну, хватит уже дразнить, давайте пробовать. Раньше, в дикие времена, женщины пускали вперед в пещеры, чтобы, если там жили дикие звери, чтобы их съедали, то, да, по крайней мере, носители генофонда оставались живы. Но мы на Антоне уже проверили. Но мы на Антоне уже проверили, поэтому можно проверить и на вас. Вот это два банановых кусочка и один с персиком. Попробуйте. И кушают руками. Ну, я вам также предлагаю отведать этих в таком виртуальном режиме дорогим телезрителям отведать этих заморских банановых покор. Но, как вы убедились, блюдо это готовить очень просто, очень легко и интересно. Поэтому я приглашаю вас не довольствоваться просто телевизионным репортажем с чьей-то кухней, а проверить. И свои. Только запаситесь моющими средствами. Это блюдо на практике вашей кухни. Пахнет вкусно. Приятного аппетита. Ну, это банан. Растекается внутри таким нежным. Кремом. Банановым кремом. Наверняка... Похоже на горячее мороженое. Не каждый ваших знакомых узнает, из чего приготовлена эта необычная закуска. И заметьте, такие насыщенные цвета и очень концентрированный вкус и без каких-либо усилителей вкуса и добавок. Интересно, что превратился персик? Попробуйте. Попробую. А вы не пробовали? Это банан тоже. Это банан. Вот такой вкусный персик. Привратился в банан. Посмотрим, где он здесь. Так, дорогие друзья, пока. Максим... Роется в поисках банана. Ищет не банана, а персик. Персик. Вот персик. Нам пора с вами прощаться. В нашем реальти-шоу с Амумны, как всегда, победили вегетарианцы. До встречи. Присоединяйтесь к нам. Ням-ням. Присоединяйтесь к нам. Присоединяйтесь к нам. Присоединяйтесь к нам.